Кто такой быстро представился, документы показал? Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть Lost in Vivo. Короче, Lost in Vivo, это игра, которая уже давно вышла, по-моему, в 2018 или в 2017 году. Я давно о ней знаю, и очень давно хочу в неё поиграть, но никак не находил повода. Я сначала думал поиграть просто сам для себя пострематься, но и повода не было, и времени не было. Я подумал, почему бы не поиграть просто вместе с вами в неё пострематься. И тем более у нас есть хороший повод, так как это неделя перед Хэллоуиновская. А мы на канале с вами никогда не отмечали Хэллоуин толком, поэтому почему бы это не сделать сейчас вот этим добротным хоррором. Короче, что такое Lost in Vivo? Это, как они пишут, это Silent Hill и Cry of Fear. Возможно, вы все знаете эти игры, возможно, вы в них играли. И, в общем, эта игра, её очень нахваливают, несмотря на то, что она сделана в таком сратом стиле, её чертовски нахваливают за креативный подход, за стрём, который она создаёт, да и просто за вот такие вот звуки. Если вы готовы поиграть вместе со мной, то прямо сейчас садитесь поудобней. Ой, боже мой. Садитесь поудобней прямо сейчас. Я просто ничего не жал. А, всё, это просто заставка? Ага, всё, окей. Было стрёмно. В общем, да, садитесь поудобней, возьмите любимую жрачку. Накройтесь одеяльцем, тёплым, уютным, безопасным. Закройте все окна и двери. Не доверяйте даже своим родителям, потому что они могут быть заодно с чудовищами. Вот, я лично заперел, запер точнее, все свои двери. Я забил их гвоздями, но забыл доски, поэтому они просто в гвоздях. И готов играть вместе с вами. Понеслась. Play. К сожалению, эта игра только на английском, но я буду переводить то, что нужно переводить. Мы можем continue, хотя я даже не начинал. Это уже, они начинают просто, у меня уже со мной играться. Окей. Я должен что-то нажать? А, нет, всё, она сама. Игра сама всё знает, Евгений, не надо пытаться контролировать всё, что ты вечно пытаешься всё контролировать. Позволь игре просто с помощью собачки провести тебя по всем чудесам, которые она для тебя приготовила, собачка. Это собака-поводырь? Я что, слепой чувак? Почему у меня собака-поводырь? Ну, я же вижу. Возможно, собаки-поводырь не только для этого, да, не только для людей, лишённых зрения. Ну, чё, для чего-то, я не знаю. Мы не можем бежать, мы можем только идти. Не знаю, что-то есть вот в таких графиках, в такой графике для подобных игр. Почему-то она лучше подходит, чем ультра-реалистичная Mega Unreal Engine 5 графика. По крайней мере, вот это вот, знаешь, вот это ощущение, что что-то не так. Так, погодите, в первую очередь... Блин, 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 а как мне? Ладно, я не могу нажать Escape, я просто вижу, что у меня... Да что, что такое? Мы заново начали? Дождь пошёл. И звука нету. Игра Акума Киры. Ох, эти японцы, блин, но дают, они вечно мучают всякую фигню. Почему стало тихо? Я глухой, может быть? Возможно. Стоп. Я вижу. Игра акцентирует, внимание. Пропал. Что? Джо... Джон... Последний раз его видели. 2-го, 14-го, 07-го. Второе, это, получается, ниже месяца раньше показывается, да? Ну, отображается. Значит, получается, это февраль. 14 февраля седьмого года. Пошли, мой песик. Мы ходим по одному и тому же месту, такое ощущение. Иди, 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 я иду за тобой, всё в порядке. Я прям полностью готов. Моя фантазия включена. А, нет. Моя фантазия включена на максимум. Я готов. Музыкой Акумы Киры, Джарена Криста и Нолана Риза. Музыка, которую мы не слышим. Звук, которого мы не слышим. Прикольно. У меня фантазия просто пипец как включается сейчас. Сейчас я готов. Помните? Наверное, вы не помните. Но кто-то из вас наверняка помнит, как мы играли с вами в Крае Фир давно-давно-давно на канале. Этих видео уже нету на канале. Я их убрал. В силу того, что я немного изменил направление деятельности. Так. Новости. Secret. Какой-то секретный тест. Gov. Goft. Может быть написано, типа, правительственный. Правительственные эксперименты. Ага. Короче, утечка информации о секретных правительственных экспериментах. Получается. Незаконные эксперименты. Шокирующие. А, типа, незаконные шокирующие эксперименты или чувак сошел с ума. Пошли, песик, пошли. Видимо, это мы. Видимо, это я. Может быть, скорее всего, про нас идет речь. Потому что мы же будем сходить с ума потихонечку. Постепеннушки. Я уже чувствую, что я схожу с ума. Мы ходим по одной и той же улице. И дождь все усиливается. У меня... Что-то у меня с горлом. Голосовые связки отказываются нормально слушаться. И начинает слетать. Потихонечку не знаю, что такое. Я, видимо, полностью схожу с ума. С ума. У меня уже, знаете, сомнение. Может быть, все-таки игра должна была быть сейчас со звуком. А я без звука почему-то. Пойдем, песик. Ну-ка. А если я иду спиной? Он останавливается. Потому что он быстрее. Я, получается, медленно иду, когда я иду спиной. Медленнее, чем когда вперед. Вам уже страшно? Терпение. Я знаю, что не так будет много просмотров на видео по этой игре. Но я хочу, опять же... О! Ё-моё! Пёсик! Нет! Почему я не могу ничего сделать? Почему-то ничего... Просто как будто оно... А, и мы полезли за ним, да? За пёсиком. Lost in vivo. Чисто как будто край эфир начали играть. Так, погодите. Теперь. Я ничего не могу. Я могу. Даже сохраниться не могу. Ничего не могу вообще. Фонарь. У меня есть фонарь. F1, чтобы фонарь. А я раньше тебя понял, игра. Каттлфиш 311. Ага. Это, скорее всего, люди, которые... Донатиль, да? Голодный демон. Моё безумие работает? Или работа моего безумия? Нет. Скорее всего, моё безумие работает. Roadblood... Да, это, скорее всего, все, кто донатил. Merlin the Great Wizard. Окей. А в какую сторону мне лучше пойти? Я думаю, пойду туда, где свет. Я могу бежать, кстати говоря, уже. О! Пробел, чтобы свистеть. Да я же не слышу, свищу я или нет. У меня получается или нет? Ой, как жёстко быть... Блин. Как жалко вот людей, у которых нет возможности видеть или слышать. Я смотрел ролики на YouTube. Пробейте тоже. Это прям слёзовыжималка. Когда люди впервые слышат свой голос с помощью аппарата какого-то там особого. Это пипец. Очень трогательное видео. Так. Так. Frightfully yours. Frightfully, типа, испуган... Как сказать? Пугающий твой? О, нет. Это тупик. Ладненько. Стоп! Я что-то слышал? Я слышал, как я начинаю бежать. Смотри, шаги! Или мне показалось? Я... Я не знаю. Ладно. Или я слышу мельчайшее дёргание моего наушника. Мне прям в левом ухе отдаётся. Как я так взял и нашёл, куда идти сходу? Надеюсь, игра сейчас не... Просто не брызнет мне звуком внезапным в ухо, и что я шахренею. Окей. Ничего. О! Так. Инвентарь. А, нифига! Инструкция даже есть, смотрите. Можно свистеть на пробел, фонарь, перезаряжаться. Карта есть. Ага. А это... Что это такое? Это фонарь. А это... Это поводок. И... Ключ. Какие-то ключи. Окей, хорошо. А, все ключи, которые я буду собирать в игре, они будут здесь, видимо, отображаться. И... Потерянная кассета, которую я нашёл дома. Если я найду проигрыватель, я смогу послушать кассету. На ней написано фунт. Окей. Что я могу сделать с ней? Как я могу использовать вообще, в принципе, что-нибудь? Use или Enter? Ага. Но я не могу использовать кассету, потому что... Мне надо подойти к проигрывателю. Что, погодите. Нет. Давайте возьмём вот это. А, мы сможем пробить себе тогда проход. Здесь, наверное, нету, да, кассетника? Ну, на всякий случай, давайте попробуем. Вдруг сработает. Нет. Окей. Смотрите, я бегу, но когда нажимаю кнопку мышки, он перестаёт бежать, потому что он внезапно взял... Куда я так внезапно взял? Что я сделал? Окей. 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 Мы... Мы здесь уже были. Или не были? Нет. Чёрт тебя дери, я ничего не понимаю. Ребят, возможно, вам становится потихонечку скучно, но, уверяю вас, надо подождать, надо перетерпеть. Это, знаете, такая игра, которая постепенно тебя погружает. Нет, постепенно. Главное, вот, просто чуть-чуть подождать. Подождать совсем подышки. Давайте, наверное, по прямой пойдём. Да, нет. Окей, хорошо, тогда вот сюда направо. Как я не люблю лабиринты все эти. Особенно не люблю лабиринты, когда при этом знаю, что за тобой ещё кто-то гонится. Помните, мы играли в игру, я забыл, как называется, но там мы девушкой после аварии забежали в какой-то дом, в котором оказался большущий лабиринт. И там за тобой бегал чувак с дрелью. Это просто жутья не игра. О, нет, свет. Я просто настолько не знаю, чего ждать от этой игры. Я избегал максимально всяких трейлеров, геймплейных видосов. Я поэтому вообще не понимаю, чего мне надо будет бояться. Что это? О, пончик, пицца. Всё в личинках. Смотрите. В наши дни по телеку нечего смотреть. Поэтому я подумал, что сделаю своё собственное шоу. Тогда я стал складывать еду и протухшее мясо в старую ненужную коробку. И всякого рода маленькие твари стали приползать и играть. И я сидел на диване и наблюдал за тем, как они едят. Это очень расслабляло меня. Но затем маленькие твари стали привлекать тех, что побольше. Какие-то омерзительные, уродливые твари приползали, чтобы посмотреть. Поэтому я стал притворяться, что я сплю до тех пор, пока это не закончилось. Но мне кажется, что оно знает, что я не сплю. Мне кажется, что оно смотрит не шоу по телеку, а на меня. Так, хорошо. Потихонечку начинаются всякие жуткие записки. Ну, сейчас логично, что пёсик не утонул, а просто пошёл куда-то искать выход. Опа, ещё одна. Мои глаза бесполезны. Всё, что они делают, это сжалят меня. И показывают мне вещи, которые не могут быть реальными. Если эта отвратительная штука хочет их, тогда я скажу, пускай забирает. Ладно. Я знал, что у меня будет собака-поводырь, но я думал, что я буду слепым играть. И у меня будет там зрение какое-то внезапное проявляться. Погодите, что мне надо сделать? Нет, это не кон... Оп, погодите. Чего? Откуда я пришёл? Куда я пришёл? А, я пришёл отсюда, да. А как я не заметил этот проход? Здесь нельзя, да? Только сюда. Окей. Ну-ка, можно... Нет. Просто хватит. Хватит меня. А, что? Ой! Что за хрень? Что за... Он такой, смотри-ка, и ко мне приляг. Здесь так уютно со мной. Блин. Ох! Я, получается, буду играть реально в полнейшей тишине? О! Пёсик! Пё... Какого... Что за нафиг, пёсик? Его кто-то утащил? Блин, всё. Начинают нападать. Что это такое? Не знаю. Погодите. Я не могу туда протиснуться. Это очень... А-а-а, тесно. Туда пёсик убежал мой. О май гот. Ладно. С первого удара могу замочить, так что вообще не страшно. Главное, периодически смотреть по сторонам, оглядываться за спину. И бить. И бить, несмотря ни на что. Просто бить, как в последний раз. Как в песне Майкла Джексона. Just beat it. Just beat it. Beat it. Beat it. А-а-а. Всё. Моего голоса не хватает. Я бы хотел петь, как Майкл Джексон. Это было бы круто. О, мой... Стоп. Блин. Мой фонарь сам выключился. Я этого не делал. Как давит. Я чувствую, знаете, как будто меня сжимают стены. Из-за того, что ещё ничего не слышно, нет ощущения объёма, окружения. Блин, как слух важен. Офигеть. Как слух важен для того, чтобы ощущать пространство, в котором ты находишься. То есть, когда тебя лишают одного из этих чувств, просто это какая-то картинка, которая ничего не значит. Ты даже не понимаешь, мокро здесь или нет. Что это? Что это за жесть? Может быть, надо пробить? Нет. На, видимо, сюда я смогу залезть, да? О! Просто вошёл. Просто взял и вошёл. О! Так, в какую сторону? Вот сюда. Я себя чувствую черепашкой-ниндзя. На самом деле, если так подумать, черепашки-ниндзя, это же жесть как устрашает. Если вот ты бы реально увидел, залез в такую канализацию, и там бац, огромная крыса и черепахи, которые с тобой говорят. Мне кажется, там можно реально коня двинуть. Да куда мне? Ладно, пойдёмте сюда. Правильно иду? Да. У меня немножко башка начинает кружиться из-за того, что я вот так вот кручу камерой. И фонарь, видите, она так искажается с леганцей, такой, аааа, блин, что происходит вообще? Сзади никого ведь нету. Что-то, там что-то было. Я так и думаю, что они будут прятать какие-нибудь всякие пасхалочки. Ведь они знают, что я не слышу ничего. О, блин, это да, чисто Сайлент Хилл уже. Сайлент Хилл и... Ё-моё. Что-то не хотел я вот так вот сразу прыгать. Я хотел подготовиться морально. О, нет. Чё за чувак был, интересно? Погодите. Погодите. Я этого не заметил сразу. А почему они так сделали? Это прикол такой? Это пазл, который должен... Простите, ребят. Не знаю, это игрой было так задумано. Или мне так повезло, я так тупанул жёстко. По крайней мере, как-то стало спокойнее, если честно. Потому что я хотя бы слышу что-то. Да, я всё слышу. Если кто-то захочет на меня напасть, я его услышу. Ой, блин. Ой, блин. Чё-то как-то некомфортно теперь стало. Где? Он как будто сверху ползает. Мы всё ниже спускаемся. Это... Я подумал, что это собачка наша. Блин, мы в сам ад спускаемся. Чё это? Что это за говно? А! Неприятно, блин. Ладушки. О! Кто-то выбрался. Отлично. Просто замечательно. Ещё ниш, да? А там просто пропасть. А-а-а... А-а-а! Странное место. Очень странное. Да что это такое? Они... Это специально, да? Они делают, чтобы мы потихонечку так с ума сходили от повторяющихся паттернов этого коридора. Вот сюда нам или прямо? Не знаю. Музыка здесь усиливается, но, видимо, нам сюда и нужно. Нам сюда не нужно. Стоп, а может быть мы можем? О! Что поднять? Что поднять? Что поднять? Так. Хенд-ган? Руч... Где? Погодите. А-а! Он повреждён! И что он здесь делает, интересно? Типа, я же не могу, да? Его использовать никак. Не могу пока использовать. А вот это что такое лежит? Это глаз чей-то, да? Что это? Поезд? Нет, это какие-то... Что это такое? Какие-то штуки крутятся. Окей, нам сюда. Пёсик? Это мой пёсик! Чё такой чёрный? Чё так всё зависло? Что? Сохранится. Всё, игра сохранена. Отлично! Теперь погодите. Я сделаю квит? Да, I am sure. Проснись ты в коме. Окей. Так. Здесь есть вертикальная синхронизация? Нету! Окей, тогда продолжаем. Всё! Ладно. Потому что тут немножко экран как-то вот... Ну, короче, когда нет вертикальной синхронизации, начинается тут фигня. Ладно, потерпим. И где мы? Это потому, что мы пёсика встретили... Смотрите, тут даже нет двери. Мы просто внезапно здесь очутились. И даже непонятно откуда. Мы типа встретили пёсика, и он нас отправил в комнату сохранялки. И пёсик был теневой. Блин! Если всё это время можно было включить... А, нет, нельзя было. Погодите! Это игровая механика со звуком, скорее всего. Потому что, когда мы начали игру, у нас автоматически звук был отключён. И мы не могли нажать менюшку... Escape нажать, чтобы менюшку вызвать, потому что она не давала нам, когда мы с собакой гуляли. То есть, игра рассчитывала на то, что мы сначала... Вот мы глухие. И когда мы оказываемся уже вот в этих тоннелях, мы начинаем слышать. Мы сами решаем это, что вот мы теперь будем слышать отныне. И, возможно, это наш мозг такой... Ну, мозг персонажа, что мол, я слышу что-то. Погодите! Я постепенно начинаю слышать. Если так, то это очень прикольно придумали. Так, мы понимаем, что чувак явно сходит с ума. Он начинает слышать то, чего даже нету. Получается, интересно, я могу просто взять и выключить звук, да ведь? Да. И играть так всё это время. Мы ничего не слышим. Не слышим зла. Итак, мы, кстати говоря... О, нет. Мы выходим. И опять идём обратно. Ой! Кто такой быстро представился документ и показал? Сам его забрал. Ага, ключ, ясно. Окей, гоу. Ну, эта игра явно была вдохновлена Крайфиром и Заанхилом. Смотрите. Открыт, конечно. Станция открыта. Это что значит? Во! Это же из Спуки! Да? Это Спуки из этого... Спуки Хаосов Джамп Скерс. И, кстати, у меня есть прохождение по этой игре. Вот оно. Вот оно. Переходите обязательно. Это очень прикольное прохождение. Получилось очень крутая игра. Что такое? Лозит. Потеряет. Так. Дрек. Стоп. Вот. Диета, короче. Муха, которая застряла. Что значит открыть станцию? Открыть выход из станции? Или куда? Ну-ка. Вот я жму... Ой. Все. Я посвистел. А! Я призвал поезд к себе. Хорошо. Чемодон! Блин, страшно самому звуки такие издавать. Потому что... Я как будто бы хищник меня может услышать. Что такое? Почему так долго? А! Я в темноте включил этот чертов, блин, фонарь. И не стало светло, я испугался. Хорошо. Судя по всему, мне так кажется, нам надо идти в кабину машиниста. Ничего не могу увидеть, что там внутри. Кто ведет поезд? Я ничего не вижу. Опа, смотрите. А! То же самое. Что надо делать? Идем. Что? Что прочитать? Где читать? А! Что? Что? Я не хочу уходить. Я просто хочу остаться на этом поезде. Я хочу остаться в темноте, где никто не сможет меня видеть. Окей, хорошо. Блин, ну нахрен. Вы приехали? Вы приехали на станцию. Стало что-то совсем темно. Куда идти? Мы можем вводить теперь, да? Не могу. А-а-а. Так. А, выход. Аварийный выход. Вот так, сейчас мы посмотрим, кто ведет этот чертов поезд. Скорее всего, никого не увидим. Да, и правда. Сейчас мы отойдем. Да, и он, конечно же, поедет. Давить нас. А мы будем бежать по прямой. Вот так вот. А-а-а. Как в кино. А-а-а. Что-то для движения на отчетчике. Немножечко так. Что это? Боты? А что это за странная вот эта вот ленточка? А, дверь. Конечно же. Надо залезть по шарик. Погодите. Вот, поиграть в кассету. Сейчас будет кат-сцена? Мы играем. Я играю кем-то? Что это? Что это, блин? А, это просто пыль. А-а-а. Мне не нравится, блин. Мне не нравится эта игра. Она что-то... В плане, она мне нравится, но мне не хочется. Мне что-то жутко. Что это? Мне нужны... Болторез нужен. Гоу за Болторезом. Кем я играю? Это же даже не я. Это другой персонаж. Я начинаю представлять, да, все, что на кассете произносят. Там, скорее всего, просто такое. Он шел по этому странному месту. Ему нужен был Болторез. Он его нашел на коробке. Побежал обратно. Я вил там дверь. Я потом... Чуть позже. А-а. Что это такое? Он подобрал собачку? Я не знаю, что это. Блин. А-а-а. Что за фигня? Вот такая вот кассетка занимательная. Оу. Все, мы дальше идем. Есть! Чтобы она выходила там, ну, через день хотя бы. И, в общем, на сегодня все. С вами был Юджин. Не забывайте лайкать, комментировать и подписываться на канал. И жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы, которые будут на этом канале. Также заходите на все мои соцсети, подписывайтесь туда. Ссылки будут в описании. И забудьте про мой новый комикс. И скоро будут там всякие другие новые комиксы. Короче, заходите, читайте, наслаждайтесь и помогайте мне поддержкой вашей развивать это направление. Потому что мне очень нравится это делать. Я обожаю это делать не потому, что я просто, типа, очень большой фанат комиксов. Мне, скорее, это такой интересный способ реализовывать идеи, которые у меня есть в голове. И это просто круто. Это очень сильно развязывает фантазию. И просто дает возможность высказаться. И это круто. Короче, заходите, читайте, радуйтесь, наслаждайтесь. С вами был Юджин еще раз. И всем пять!